Потом еще очередная пачка чая, не перестану вам говорить о том, что я люблю этот чай, у нас есть еще черный с чабрецом, зеленый, зеленый с жасмином, реально крутой чай, он не горчит, сколько бы пакетик мне находился в чашке, я за это не люблю черные чаи, я раньше никогда до нашего чая Фаберлик, я старалась вообще не пить черный чай, потому что вот забудешь о нем, да, перестоит у тебя немножко, то есть я либо вот, которые магазины, если у кого-то пьют, я покунала парочку раз и все, вытаскиваю и пью, потому что если он перележит, хоть немножко, он начинает горчить, и я так думаю, это скорее всего, либо подкрашивают, я не знаю, с чем это связано, почему горчит, очень часто горчит чай, может быть, наоборот, круто, но по крайней мере, мне это не нравится, и чем не нравится конкретно наш Фаберличный чай, сколько бы он ни лежал в стакане, я никогда не испытываю горечи, кто-то мне недавно подписал под моим видео в комментариях, что очень этот чай напоминает турецкий чай, по качеству, по вкусу, ну, турецкий чай очень вкусный должен быть, и я вот этот чай, который вы видите, получаю абсолютно бесплатно, потому что я участник накопительной программы, и любой консультант участник накопительной программы, то есть если вы делаете заказы, то же за каждый ваш заказ начисляется определенное количество баллов, и когда вы накопите 15 баллов, вы их можете обменять на подарки, подарки разные, они даются от 5 баллов, от 10, от 15 баллов, 20, 25, я крема покупаю, вот недавно про эликсир взяла дневной ночной крем по 45 баллов, то есть очень-очень много разной продукции вы можете взять абсолютно бесплатно, это такая некая программа лояльности для того, чтобы люди здесь, ну, как бы заказывали, задержали, заказывали Фаберлик, и Фаберлик таким образом компания благодарит за это, ни одна компания этим похвастаться не может, девчонки, вот ни один магазин, скажем так, не может похвастаться, вот я хожу в ленту, отношу огромное количество туда денег, да, есть какие-то скидки, также они есть в компании Фаберлик, есть какие-то распродажи, они есть в компании Фаберлик, но так, чтобы я накопила какое-то количество баллов, то есть меня не удерживают магазины, меня не удерживает лента, меня не удерживает, там, не знаю, магнит, Вот мы вам накопим баллы, а вы потом баллите, меняете на подарки. Эта система, кстати, появилась у, сейчас я вам скажу, где, у Турека, заправка, Турека, 344.13. Я вам код оставлю, и как что-то там дается, я точно не знаю, потом, если хотите, могу посмотреть эту информацию и написать в комментариях уже. Сейчас не буду отвлекаться на это, потому что солнце садится, мне нужно доснять. Что-то вам дается за то, что вы по этому коду активируетесь, и там начисляют баллы за каждый, ну так называемый кэшбэк. Сейчас кэшбэк он везде распространен, и начисляют вам баллы за каждую вашу покупку на заправке. Там есть обычно мистер блин, там где покушать можно, то есть приезжаешь на заправку, ты можешь не только заправиться, но еще и покушать. Причем не какие-то булочки, там даже есть суп, лососевый суп, то есть даже есть горячий, возможность горячего попробовать. Эта заправка рядом со мной находится, заправка, поэтому я в диком восторге осталась. И бензин с учетом начисленного кэшбэка становится дешевле, чем если бы вы заправлялись 2%, вам начисляется от суммы покупки. Не важно, что это, это вы еду купили, что-то просто в магазине купили, либо вы, то есть там покушать даже можно съесть, там столики стоят, как бы типа общепита такого, магазинчик, где там можно сладости какие-то купить, шиномонтаж там есть. То есть за все вам будет начисляться вот этот вот кэшбэк 2%. И что еще хотела вам сказать, да, все, с этим мы закрыли. И мало кто дает вот таких вот возможностей, вы приехали и вам что-то начислили, да, какие-то баллы, какой-то кэшбэк, который вы могли бы воспользоваться. Но по крайней мере не в ленте такого нет, огромный магазин, не в пятерочке такого нет, не в магните. А вот у Фаберлик есть, вам начисляют кэшбэк, причем от 15 до 26%. Также у меня закончился вот такой вот природный кислородный активатор, природный кислородный активатор у меня закончился. Это, знаете, то, с чего начинала работать компания Фаберлик. Это кислородная, вообще наша компания, она кислородная. И в косметике все абсолютно используется кислородный комплекс, который насыщает кожу кислородом, каждую клеточку кислородом, она лучше функционирует, вся жизнедеятельность, она у нас не просто в организме происходит, она в каждой клеточке жизни у нас находится. И от этого функционирует лучше, она посвящается к кислородам, она дышать начинает, обменные процессы там ускоряются, на поверхность вытаскивается лучше все плохое содержимое из клеточки, чистится клеточка. И вот в этом кислородном активаторе 20% кислорода, если в других наших меньше концентрация средствах, то в кислородном активаторе его больше. Но тоже его артикул у меня здесь не сохранился, можете найти на сайте, информация о нем и артикул можете найти. Вот так вот выглядит баночка. Очень удобно с дозатором, вот здесь вот носик, которым вы выдавливаете, да, содержимое, жиденькое такое вот по консистенции, и я его в качестве сыворотки наношу. То есть, например, умылась вечером, нанесла кислородный активатор, сверху крем какой-то. Вообще сыворотка это обязательное условие ухода, не отбрасывайте этот момент, этот этап ухода за кожей, потому что все сыворотки, все вот такие вот активаторы, они содержат в себе большее количество активных ингредиентов, чем крем. И они обладают пролонгированным действием. То есть, пока у вас этот крем нанесен, не крем, а сыворотка нанесена, она у вас будет работать. И это создает дополнительную защиту, например, зимой. У меня, например, уход зимой, он многослойный, то есть я наношу сыворотку обязательно какой-нибудь, я наношу крем, я наношу зимний крем, я наношу тоналку, если я куда-то выхожу. То есть, если я просто дома нахожусь, я, естественно, тоналку не пользуюсь. Если я снимаю видео, либо, допустим, на улицу, то я стараюсь зимой обязательно пользоваться тоналкой. Я могу просто реснички накрасить, да, не наносить полностью макияж, но тоналка у меня должна быть, потому что это создает дополнительную защиту. Просто наносите все небольшим маленьким слоем, чтобы это у вас не плыло, там не жирнилось и так далее, макияж не плыл. Наносите просто это таким тоненьким слоем, и у вас создается небольшой эффект такой пирога, который защищает кожу от погодных условий, от перепадов температуры. И действительно, сыворотку я всем рекомендую. Все, девчоночки, мы с вами прощаемся, я еще раз вам напомню, что можно зарегистрироваться по ссылке, которую я укажу в инфобоксе к этому видео, присоединяйтесь к компанию Фаберлик. И до новых встреч на моем канале, и на этом, и на следующем. Всем пока-пока. Из пустых баночек закончился у меня вот такой вот еще бальзам, это бальзам с шиповником и чередой, он был для иммунитета. Сейчас вышло в обновленной упаковке вот эти вот наши бальзамчики, это бальзам безалкогольный, то есть его можно и детишкам. Сейчас посмотрим, что составит, да, сахар-песок. Но можно и диабетикам, в принципе, потому что сахара там небольшое количество, вот я развожу 2 чайные ложки, как положено на стакан воды, и вода там слегка кисленькая, даже не сладкая, а кисленькая. Вот, я эти бальзамы постоянно пью, чередую между собой, они действительно рабочие, вот если написано для повышения иммунитета, и сейчас они более, знаете, такие понятные, потому что раньше они выпускались, например, шиповником и чередой, и люди не понимали, для чего этот бальзам, да, нужно было прочитать, все-таки мы хотим более легкой жизни. Вот, сейчас стали делать бальзамы с четким названием, например, легкость дыхания, и уже понятно, что это для дыхательной системы, или острота зрения, то это понятно уже, что это для тех, у кого проблемы там с глазами. Хватает надолго, потому что 2 чайных ложки нужно всего лишь, получается где-то примерно на месяц вот этого флакона достаточно. Почему я говорю, что они рабочие? Потому что, вот, например, я брала остроту зрения, я не могу оценить, потому что все-таки это зрение, оно не улучшится, то есть, чудо не случилось, я не прозрела, там минус 2 у меня, никуда моих не исчезли. Вот, да, но для поддержания зрения, тем более людям, которые очень много времени проводят за компьютером, вот эти бальзамы будут как нельзя кстати, потому что они немножко будут поддерживать, ну, то есть, вот, зрительную нажатисть. Вот, Тима, тебе нравится меня слушать? Но я проверила на себе легкость дыхания. Вообще, я где-то прочитала о том, что легкие очищаются после болезни, после уэрвину, когда у вас это кашель, допустим, да, они очищаются только спустя месяц после того, как вы уже выздоровели, якобы выздоровели. А все равно вот эта вот мокрота, она остается, вот эта вот забитость легких, и легкие, когда вы кашляете, да, они там как-то каким-то образом повреждаются. И восстанавливаются, очищаются они полностью только спустя месяц. Можете себе представить, а вот бальзамчик из этой же нашей серии, только легкость дыхания, отлично очищает легкие. Мало того, что очищает легкие, так еще я обычно его заказываю, я его не пью постоянно. Я его заказываю, и он у меня стоит в качестве аптечки скорой помощи на период простудных заболеваний. Если я начинаю кашлять, я начинаю этот пить бальзам. И очень хорошо отходит мокрота после него, да, после какого-то времени использования. Там буквально два дня, и все, ты уже чувствуешь, что тебе становится легче. И как-то у меня остались остатки этого бальзама, и думаю, дай-ка я попробую его в неболезненное время. Ну, просто думаю, допью его, что он у меня стоит с прошлого года, допью его. И как же я была удивлена, когда я начала кашлять, покашливать, и у меня стало отходить небольшое количество мокроты. Не как при заболевании, когда ты кашляешь, там у тебя ха-ха, куча всего отделяется, да. Вот, а чуть-чуть, небольшое, прям граммулечку. И вот я действительно после этого поняла, что да, вот конкретно он даже чистит легкие в неболезненное такого состояния. Так что могу смело рекомендовать все эти наши бальзамы. Артикул нет смысла говорить, они немножко сейчас поменялись, и у них белый флакончик. Они, кстати, даже дешевле стали стоить. Белый флакончик в каталоге. И, учитывая, что безалкогольный, можно его и детям, и водителям, и всем-всем-всем.